А ну, а здорово! И, наверное, ты такой пришёл и думаешь, что вот, это обычный видос, но нет, у нас, как обычно, как неприлично. Аналогично непубличный видосиус, который нужен абсолютно всем на свете. Ну и, короче, я, как обычно, решил ввести такую новую и интересненькую рубрику, которая будет интересна вам, нужна вам, потому что эта рубрика интересна и нужна. А именно, в чём она заключается, и расскажу я вам сейчас суть. Короче, будем создавать неубиваемый, непобедимый, самый классный, самый лютый, просто жёсткий стак команды по нынешней мете, по нынешнему месяцу, на котором можно играть фулкой. На изи побеждать и в жопу не давать. Да. Ставь лайк, подписывайся на канал, потому что подписываясь на канал, ты увеличиваешь моих подписчиков. Пристёгивайся и поехали! Алло, здравствуйте, я бы хотел пополнить алмазы в Mobile Legends. Вот в геймершоппер-пепперу мне бы так не сказали. Поэтому я там всегда быстро и с лёгкостью пополняю, и всех своими опасными скинами удивляю. Ссылка в описании биосе и в комментарии болтается. И тобой, несомненно, нажимается. Итак, в этом стаке я учёл нынешнюю мету нынешнего месяца, учёл вообще абсолютно всё, старт, лейт, среднюю стадию, учёл жир команды, контроль команды, дамаг команды, команду команды. Мобильность, пуш, инициацию, всё это вот учёл и сделал просто невероятную команду. Итак, на голду у нас пойдёт Кэрри. Потому что в нынешней мете она просто сногсшибательна, неубивательна, и она идёт туда, она идёт сюда, на голду и в лес, и везде показывает свой средний палец. Помимо этого всего, у неё присутствует эскейп, у неё превесветствует... Пф, блядь, забыл, как слово говорится. Присутствует эскейп, а значит есть мобильность, присутствует пуш, а значит есть пуш, присутствует, а её можно одевать в жир, а значит выживаемость стрелка тоже приветствуется. Присутствует очень большая скорость атаки и, конечно же, сам дамаг тоже присутствует, как в начале матча, ну, в начале, да, в начале тоже присутствует, и в лейте, и в средней стадии. Поэтому-то она и находится в мете на данный момент, но и одновременно с этим она находится и в бане. Ну мы-то сейчас не нам пофигу на баны, нам мы-то просто собираем неубиваемый и непобедимый стак. Нам всё равно на баны, но ещё что у неё присутствует, это то, что как бы сейчас в мете в основном находится жир. Жирный боец, жирный танк, жирный лесник и всё это контрит кэрри своим чистым уроном. И поэтому кэрри на голду идеальный вариант. Ну а в мид мы с тобой возьмём Люнокс. Также отличное магическое пробитие. Всем танкам и жирным просто будет очень больно. Люнокс будет с собой довольна. Также она может спокойно себя сама засейвить своей белой ультой и одновременно с этим она в лейте ещё этой белой ультой неплохой дамаг наносит и неплохо инициирует. И неплохо вытягивает кнопки и неплохо байтит на ультимейт и выходит жива-здорова и всё вообще у неё классно. Также если например кэрри или какому-нибудь бойцу будет очень трудно стоять на своём лайне, она может спокойно с ними свапнуться. И просто безупречно показать себя на любом из этих лайнов. Ну и также она себя конечно очень хорошо чувствует в средней и в лейтовой стадии игры. Что даёт нам неплохую такую страховочку, если вдруг каточка у нас подзатянется и такая Люнокс залетает и всех разбирает просто. А в роум у нас однозначно пойдёт хильда для того, для чего, чтобы конечно же обеспечить агрессивную раннюю игру. И тем временем мы забираем и лейт можно сказать кэрри Люноксам и раннюю игру таким вот саппортом, роумером, хильдой, но дальше будет жёстче. Но пока что про хильду. Ну и вот короче забираем хильду и спокойно шагаем во вражеский лесок и проверяем. Смотром, если вражеский лесник находится один, то подключаемся к нему и начинаем с ним конечно же такую небольшую беседку проводить. Да в принципе даже там если леснику танк помогает, хильда если заскочит в кустах, постоит со своим щитом, то ей вообще ничего не страшно. Да машины у неё в начале матча очень много и плюс хп тоже много и если ваши тиммейты например лесника и мака подтянутся вовремя, то вы по-любому выиграете ранний файт и будете уже в плюсе в самом начале кат. Тем самым третьим пиком хильды мы забираем агрессию, дамаг в начале матча нехилый такой и конечно же танковку в виде жира короче. И у нас уже можно сказать получается такая неплохая конфетка, но чтобы это всё подзакрепить, чтобы у нас Кэрри и Люнокс чувствовали себя безопасно и с подстраховкой в лес мы берём Фредрина. Правильный Фредрин спокойно забирает начало матча и среднюю стадию матча за счёт своего дамага, который очень так-то большой. За счёт конечно же своего жира и выживаемости и конечно же контроля. Возможно в лейте, но это только возможно, уровень вашей дамага конечно же немножечко подспадает, потому что всё же мы билдимся в фулл танка, но контроль с жирочком само собой остаются, а это как бы ну самое важное по сути в лейте. В лейте у нас есть кто дамаг будет раздавать, а без контроля и жирочка далеко мы конечно же не утопаем. И суть-то ещё самое главное в чём, у нас нет какой-то зависимости от контроля, то есть ну даже если пикнут против нас Диги, мы всё равно как бы будем контролить, продолжать, потому что у нас КД контроля там 2-3 секунды, у Диги там сколько, полчаса контролится ультимейт. Поэтому мы независимы ни от дамажины, ни от контроля и ни от жира, потому что на лейнец мы берём кого? Конечно же Глу. Данным пиком Глу на лайн мы делаем 100% победу на этом лайне, то есть ну нас по-любому никто не перебьёт. Правильного Глу вообще никто не победит на лайне, его нужно только гангать. Да и даже если соберутся его загангать, он просто нажмёт свой ультимейт и всё, уйдёт под вышку и до свидания. Одновременно с этим всё так же, он имеет неплохой дамаг в начале матча, поэтому ну на лайне раздавать он немножечко-то всё равно сможет. Да или после даже получения четвёртого там на какой-нибудь файтец стянулся, хоп, там на голову мидиру залез, вытянул его и всё, ты полезен как минимум. Поэтому лайнец экспы мы спокойно закрываем Глу и вообще про него забываем, потому что его гангать практически не надо, он сам спокойно отстоит, как минимум лайн не потеряет. Ну и плюс сам тоже будет так же стягиваться, помогать нам и всё будет вообще пучком. В лейте он также даёт контроль. Опять же повторюсь, контроль, который не делает наш вот этот собранный стак зависимым от этого контроля, и если даже вот этого диги возьмут, или возьмут очищение, и ничего из этого не поменяется как бы. Ну Глу ладно, дал ультимейт, да, там дал контроль, через там 20 секунд опять повторил. Если от Глу очистились, здравствуйте Фредрин. У него там КД ещё меньше, и по сути, вот он наш неубиваемый непобедимый стак, который быстро перезаряжаемый и постоянный контроль, достаточное количество жира, достаточное количество маг-дамажин и достаточное количество физ-дамажин, отличная пробиваемость жирных целей, пуш-потенциал, раннюю, среднюю и лейтовую стадию игры мы по-любому забираем и всегда остаёмся в победе. Осталось-то всего-то видеть игру и научиться играть на этих персонажей, и всё, в принципе-то, до свидания всех. Ну а чё, в принципе-то неплохой стак. Если ты хочешь посоветовать мне свой стак, то добро пожаловать в комментарии, я там всех читаю, смотрю, лайки ставлю, угораю. Если ты хочешь найти дуо, трио или фулку, чтобы апаться этим стаком или каким-то классным другим стаком, которые я буду приводить в следующих видосах, а ещё подобные видосы будут по-любому, потому что тема интересная, то обязательно заходи в мой телеграм-канальчик. Ссылочка в описании видоса, обязательно заходи туда, я там тебя жду, мы там общаемся, угораем, собираемся. Сливай лайк, не забывай подписываться на канал. Ну а с вами был Дафидок, и всем репорт... Субтитры сделал DimaTorzok